какой корпус выбрать так так такой так так о какой корпус интересный столько вентиляторов и всего за 4000 надо брать всем привет друзья в этом видео вы узнаете об одном нюансе который обязательно нужно знать при выборе корпуса для пк если решили немного сэкономить а также постараюсь в этом видео помочь тем у кого уже есть данная проблема со звуком через выход на наушники на передней панели покатились данная проблема встречается чаще всего вот в таких корпусах которых установлен разъем три с половиной миллиметра под старый стандарт 1997 года оси 97 также до сих пор такие панели продают сплошь и рядом на алиэкспресс поэтому если собрали задешево заменить переднюю панель советую сперва расспросить продавца подойдет ли панель для нового стандарта hd audio если посмотрите на мой старенький корпус zelman z9 plus который выпущен 2010 году вы увидите что в нем уже установлены два стандарта подключения и не просто так потому что у них обратной совместимости нет некоторое время была возможность еще на материнских платах до 2009 года выпуска менять стандарт прямо в биусе на примере как я вам показываю на материнской плате 2008 года asus p5k я думал что с этим можно столкнуться только если у вас действительно старый корпус но оказывается нет с этим можно столкнуться и сегодня купив новый корпус сейчас я вам показываю фрагмент видео где представитель то ли просто продавец комплектующих гензур и зовут его роман рассказывать что данный бренд сегодня выпускает и продает корпуса со старым разъемом стандарта 1997 года и поясняет как определить стандарт по букве указанной на модели дальше дальше также пытается помочь ну тем кому не повезло покупателям купив такой корпус от фирмы гензу поэтому даже сегодня друзья нужно знать про эти стандарты и учитывать при выборе корпуса для компьютера я не буду вдаваться в детали технических различий рассказывать про эти два стандарта чтобы не загружать вас лишней информации а лучше давайте перейдем сразу к делу данная инструкция может быть полезна для тех у кого встроенная звуковая карта компании realtek для того чтобы узнать какая у вас наберите в поисковике модель своей материнской платы и зайдите на страницу характеристик и ищем раздел аудио или звук и там увидите модель вашей звуковой карты а перед тем как продолжить дальше прошу кто не подписался подпишитесь чтобы не пропустить другие полезные и интересные видео на моем канале а также палец вверх за мои старания буду очень благодарен и пишите свои комментарии пообщаемся а мы продолжаем и так у меня драйвер от материнской платы фирмы гигабайт версия 2.70 он устанавливается вместе с диспетчером который помогает исправить данную проблему со звуком на передней панели в описании будет мой телеграм-канал откуда вы быстро сможете спокойно скачать чтобы открыть диспетчер нажимаем всего лишь два раза на оранжевый динамик но вот тут и загвоздка если значка нету то проверяем если он в панель управления для этого набираем поисковике который рядом с кнопкой пуск панель управления и запускаем затем меняем где просмотр категории на крупные значки чтобы открыть весь список если вы не видите как у меня диспетчер realtech hd скорее всего что у вас установлен новый драйвер 2.83 и даже 2.82 в комплект которым диспетчер больше не устанавливается и как поняли нам нужно установить драйвер 2.70 где можете скачать уже знаете главное запомните куда и где с искать потом дальше распаковываем наш архив скачено если и это не получается не беда решается быстро жмем пуск выбираем акростор и в поисковике магазина ищем программу brezip вполне хватает чтобы бесплатно разархивировать практически все известные форматы архивов у вас все готово для установки но перед этим нам нужно удалить драйвер который без диспетчера для этого нажимаем кнопку пуск но в этот раз правой кнопкой мыши и в самом верху выбираем приложение и возможности прокручиваем колесо мыши и находим realtech аудио драйвер нажимаем на него и удаляем сразу же возвращаемся к папке с драйвером 2.70 запускаем установку и перезагружаем компьютер по идее все отличное все должно получиться дальше все проще открываем диспетчер как я и говорил нажимая два раза на оранжевый динамичек диспетчеры жмем на желтую папочку и здесь нужно всего лишь что отметить галочкой отключить определение гнезда передней панели и вуаля и звук появится сразу а на этой ноте я с вами прощаюсь и если кому пригодилось ставьте лайк и заходите еще ребята пока пока